Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на борт моего нового судна. Мы с вами сегодня продолжаем играть в фишинг в Баренсе. Находимся где-то в Баренсе море, среди фьордов, пытаемся ловить рыбу. Сегодня мы будем использовать впервые сети, которые принесут, как вы дальше сможете понять, я надеюсь, огромный доход. Я уже расплатился с долгами в прошлом видео, мы ставили ярусы, они тоже приносят определенные деньги, но мы залезли в долги, сейчас я с которыми уже расквитался. И как я это сделал, надеюсь, что информация вам поможет, сейчас вам все покажу. Итак, друзья, я предварительно выбрал точку, где находится у нас рыба, это недалеко от порта. Давайте посмотрим. Вышел я вот сюда, в мой порт приписки Hammerfest, и давайте ставить сети. Что для этого нужно, сейчас все увидите, друзья. Итак, сети лучше всего ставить, используя вид от третьего лица, в этой игре это возможно. Если вы не видели первый мой обзор, то можете его посмотреть, ссылочка будет в описании под этим видео, или вы можете найти его просто в плейлисте на моем канале. Погнали! Ставим сети, выбираем снасть, у меня есть три сети по 165 метров. Итак, поехали. Бросили. У нас есть ограничения по скорости, и надо подруливать, надо пытаться держать индикатор где-то посередине, для того, чтобы сеть не перепуталась в момент установки. Это бывает не просто, когда особенно море неспокойное. Тем не менее, идем. Смотрим. У нас уже порядка 60 метров в воде, но осталось еще прилично. И мы наблюдаем по нашему эколоту, по нашему сонару, что под нами есть рыба. Особенность сетей в том, и отличие от ярусов, что сеть, естественно, забирает всю рыбу, которая находится в каком-то радиусе определенном. С ярусами ловить можно целевую рыбу больше всего, если вы выбрали какой-то определенный вид, или у вас осталась квота. Кстати, о квотах. Смотрите, друзья. У нас с квотами могут быть проблемы. Сеть у нас уже в воде. Я сбрасываю в воду и немного сейчас посмотрим на квоты, которые у меня остались. Для этого нам надо перейти в хранилище и посмотреть. Я охотился на окуня, когда использовал ярусы, но и сети тоже забирают всю рыбу подряд, как я говорил ранее. И забирают они очень много рыбы, друзья. У меня сейчас судно, оно прокачано по максимальному возможному варианту. Вот здесь у меня 10 тонн может находиться в хранилище. Вот видите, да? Но, тем не менее, даже забрав одну сеть, которую мы сейчас установили, это не факт, что здесь улов поместится. Поэтому у меня две сети, которые я не буду использовать. Я просто буду ждать, пока это заполнится. Ожидание составляет также порядка 16-17 часов. Делать нам пока здесь больше нечего. И мы уходим в порт, друзья. Мы ставим путевые точки. Ближайший порт, пожалуй, будет этот. И пойдемте сюда зайдем. Друзья, пока наши сети наполняются рыбой, я очень на это надеюсь, что будет хороший улов. Мы с вами посмотрим, какое оборудование и что еще необходимо для эффективного и вообще, в принципе, для использования сетей. Итак, давайте пойдем в меню рыбный рынок. У нас есть снасти, которые, вот, три варианта сетей, которые мы можем купить. 75, 120 и 165 метров, соответственно. Ну, как вы видели, у меня самые большие сети. Я мог себе их позволить. И, в принципе, я ими доволен. Только учитывать надо такой момент, что быстро они действительно заполняются. И, может быть, три сети одновременно ставить и не стоит. Кроме того, ребята, надо еще иметь себе помощника на корабле для того, чтобы он... Для того, чтобы просто использовать сети. Иначе у вас ничего не получится. Нанимаются люди здесь, вот, могут в команде, да, есть разные уровни. И надо обращать внимание на их, вот, как раз-таки, навыки подъема яруса, например. Потом есть поднятие сети. У меня уже есть достаточно серьезный помощник. Сейчас я вам его покажу. Ну, пока мы стоим у пирса, мы можем посмотреть его только через меню воли членов команды. Вот человек, которому мы платим 6% от дохода с продажи рыбы каждый раз, когда приходим в порт. Или когда просто продаем рыбу, да. И у него поднятие сети. Очень хорошо прокачанный навык, который помогает, действительно, мне. Потом он может поднимать ярус и, в общем-то, выполнять другие какие-то работы. Ремонт. Очень важный, кстати, навык, чтобы, если вы не хотите тратить деньги, и во время дальнего перехода вы можете поставить его как раз-таки на ремонт. И он все сделает очень даже быстро и качественно. Друзья, но прежде чем использовать сети, нам, собственно, надо купить оборудование для того, чтобы это было возможно использовать. Итак, мы находимся в меню как раз-таки улучшения. И смотрите, лебедка есть для яруса и лебедка есть для сети. Ее необходимо купить. Стоит она порядка 20 тысяч кредитов. Но это небольшие деньги. И поэтому оно того стоит. Поверьте. Так как у нас было раньше приобретено оборудование лебедка для яруса, мы можем, собственно, менять. Можем установить. Можем не устанавливать. Я не хочу сейчас использовать ярусы. Я остаюсь сетей. И что вам тоже советую, соответственно, делать. Пока у нас есть, как бы, возможность пропустить время. Я его перемотаю порядка... Ну, так как идти нам недалеко. Наверное, на 15 часов мы пропустим время. Все. Я думаю, пора рыбачить. Мы должны отчалить. В данном случае я буду уходить с задним ходом, чтобы не ударить свой кораблик. И поехали проверять наши сети. Можно это посмотреть сразу на карте. А я предполагаю, что уже время достаточно прошло. И, собственно, смело отправляюсь в путь. Давайте посмотрим. Открываем нашу карту. Где наша сеть, которую мы устанавливали? Да, синий цвет говорит о том, что пора ее снимать. Так как мне надо подходить правым бортом к ней, да, к этой сети. Соответственно, я воспользуюсь своим быстрым перемещением. И поставлю именно вот сюда нашу точку. Поехали, друзья. Мы на месте. Очень важный момент. Для тех, кто любит отыгрывать роль в какой-либо игре, вы можете все делать с видом от первого лица. И это действительно интересно. У меня есть мой радар-сонар, который можно переключать. И я вижу, что я нахожусь недалеко от поплавков. Где-то по правому борту у меня это все расположено. Теперь, прямо из рубки я могу отдать команду своему человеку, чтобы он встал, но на поднятие сети как раз таки. Чтобы он мне помогал. Без него ничего не получится. Просто будет надпись о том, что вы не можете делать это в одиночку. Учтите это, друзья. Так, поехали. Ну, для тех, кто первый раз смотрит, давайте облегчим задачу. И чтобы были видны разные варианты, не пугайтесь. Это действительно просто. Вот наши поплавки. Их не видно и на карте. Идем по направлению к ним. И сейчас будем забирать сеть. Сеть, в общем, когда мы забираем рыбу, самое главное ее не повредить, друзья. Если будут сильные повреждения, то потом дальнейшее использование этих сетей будет невозможным. Если повредить совсем немного, то вы сможете в порту отремонтировать эту сеть. И дальше с ней рыбачить. Так же, как и с ярусом, мы подплываем, когда загорается у нас индикатор. Нажимаем на кнопочку У. И да, мы хотим поднять сети. Вот, смотрите, наш человек. И начинается мини-игра. Нажимая на клавиши, мы забираем рыбу. Если мы промахнемся хотя бы один раз, друзья, то сеть, о чем я раньше говорил, будет немного повреждена. Если один раз вы это сделаете, ничего страшного. Кстати, идет треска. Это очень дорогая рыба, которая редко ловится на ярусе. По крайней мере, у меня. Но с помощью сетей мы можем уловить ее достаточно большое количество. Вот так весело и непринужденно мы забираем всю рыбу. И потом приступим к ее разделке. Так, еще одна треска. Отлично, отлично. Я думаю, у нас будет очень хороший улов. Смотрите, грузовой отсек полон. При том, что у нас 10 тонн. И мы собрали только одну сеть. Мы поймали окуня, пикшу, сайду и треску. Очень много рыбы. Здесь 14 тонн трески. Здесь 4 тонны с лишним сайды. И так далее, и так далее, и так далее. Да, я хочу потрошить рыбу. Я не хочу давать задания своему помощнику. Потому как он это умеет делать. Но делает он это долго. Все сделаем вручную, ребят. Это первая партия. И это у нас вторая партия. Ну, разделывать рыбу получается не всегда хорошо. В данном случае, смотрите, я сделал очень много хорошей рыбы. Это была треска. Одна из самых дорогих рыб, повторяю. Хорошо. Давайте попробуем еще что-то сделать. Отлично. Отлично. Я думаю, мы получим хорошие деньги, когда вернемся в порт, ребят. Так. Ну, с этой треской немного я начадил. Бывает такое. В любом случае, я действительно рекомендую вам делать это все самому. Потому что это гораздо быстрее. Люди, имейте в виду, члены экипажа у вас устают. Тот момент, когда он должен встать, помогать вам на сеть. А если до этого он работал, например, занимался ремонтом, это будет невозможно. Вам придется болтаться в море, мотать время, ждать. Вот, смотрите, наш улов выглядит таким образом. Мы заполнили тут много-много ящиков. Вот наш помощник, которому, в принципе, мы можем отдать через меню команду отдыхать. Вот. Можем отдать команду ремонтировать. Но, так как у нас... Да, у нас есть небольшие повреждения. Пусть он займется ремонтом, отрабатывает свои деньги и, собственно говоря, помогает. Все. Возвращаемся, друзья, в порт быстренько. Размещаем свои путевые точки. Это будет вот так выглядеть все. И поехали. Поехали. Посмотрим, сколько мы заработали. Отлично. Я нахожусь уже около пирса. Забираем скорость. Можно, опять же, сделать вот таким образом для тех, кому нравится. Чувствовать себя настоящим капитаном. Так что... Идем. Корабли у нас же не плавают. Они у нас входят. Как говорят, у нас морские волки настоящие. Да, и очень сильно ругают тех людей, которые говорят, что они плавают. Пошли. Осталось совсем чуть-чуть. И... Та-дам! Мы в порту, друзья. Все. Мы хотим зайти и смотрим, сколько денег мы получим. 170 тысяч кредитов на минуточку. 170 тысяч кредитов. 21 тысяча. Я уже не считаю все вот эти хвостики. 13 и 24. Давайте. 622 тысячи у нас было. Продаем. 825. Вот так, друзья. Легко и непремужденно. На самом деле, вы можете заработать огромное количество денег. И они вам пригодятся при покупке более дорогих кораблей. Ну, что для этого нужно, я покажу в следующем видео. А если вам понравилось, ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть. И мы с вами обязательно много-много раз еще увидимся на просторах Баренцевого моря. Всем удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok